Слушайте Радио Болтком Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам 17 до 18 часов Да, добрый день, уважаемые радиослушатели Сейчас у нас напрямую связь выходит с нами декан юридического факультета Балтийской международной академии Ирина Цветкова Ирина, добрый день Добрый день Да, ну вот интересно, что буквально на днях премьер-министр Кишини Скаринч заявил вот дословно цитирую принимать нужно не поспешные, а умные решения ну вот сейчас мы об этом как раз и поговорим может быть я такой неожиданный вопрос задам вот начнем не сначала уже фактически с конца да, если так можно сказать вот какие умные решения от правительства вы ждете ждете ли ли как раз я жду решительных действий я жду способности созидательно и управленчески правильные решения принимали чтобы в правительстве я жду, чтобы был общественный договор чтобы правительство не действовало сверху вниз и не ввело себя как карательный орган сегодня мы можем констатировать что у нас одни запреты что с обществом никто не договаривается нет общих правил по которым мы готовы созидательно вместе решать эту проблему потому что на самом деле если мы посмотрим на ситуацию пандемии и как она у нас называется чрезвычайная то в принципе мы живем как в военном положении да, то есть мы живем в состоянии ну такой войны когда есть оружие есть враг невидимый нам да, есть коронавирус и мы с ним пытаемся бороться мы видим абсолютную неспособность сегодня правительства я бы даже назвала это импотенцией делать, предпринимать решительные действия и действительно быть созидательным чтобы мы не находились постоянно в стрессе чтобы мы не находились в постоянном угнетении чтобы не нарушались права человека в конце концов в то же время, конечно соблюдая все необходимые меры предосторожности и действуя в тех же рамках что и действует вся Европа сегодня и в общем-то весь мир с одной стороны вроде бы понятно поскольку тут мы не уникальны что фактически все страны вводили те или иные ограничения можно спорить где были более жесткие где более мягкие но я так понимаю что основные претензии к правительству даже не в ограничениях как таковых а вот в том как они вводятся и что это за ограничения насколько они вообще отвечают логике и здравому смыслу но вот до сих пор у нас правительство действует по принципу что мы запретим продажу тех или иных товаров может быть это нам поможет в борьбе с вирусом как будто если человек покупает носки или трусы то тогда он заразится быстрее если он это не покупает уже все равно войдя в магазин сейчас я так понимаю видимо стратегия иная так чтобы люди на улице ожидали входа в магазин правда на улице сейчас минус 20 но это другой вопрос но я так понимаю что и эта стратегия вряд ли нам поможет в борьбе с коронавирусом вы знаете наверное надо начать с главных причин причина в том что у нас в правительстве к сожалению министры не являются специалистами вот министр здравоохранения у нас прекрасный музыкант и его комментарий что очень хорошо на самом деле на свежем воздухе ожидать входа в магазин но это просто по сути издевательство над каждым жителем Латвии в принципе конечно если бы у нас в правительстве каждый министр был бы специалистом своего дела если бы у нас были самые лучшие специалисты управленцы специалисты в своем деле наверное такой бы ситуации не было но к сожалению у нас в правительстве есть так называемое кумовство или по партийному признаку и у нас процветает непотизм это когда у нас принимают или назначают на должности нужных людей своих людей родственников даже да или однопартийцев и мы видим результат и конечно терпению нашего населения ну нет предела мы я смотрю на эту ситуацию что мы готовы выносить любые тяготы и это конечно с одной стороны очень хорошо но уже хотелось бы наверное услышать и голос того же например омбудсмена нашего который в принципе за права человека должен бороться а его какие-то вялые выступления что он тоже не согласен но они не выдерживают никакой критики да вот тоже интересно если мы посмотрим чуть-чуть с правовой точки зрения если те или иные ограничения ну на занятие какой-то деятельности вот у нас был в предыдущем эфире там обсуждали парикмахеров которые фактически у них запрет на профессию вообще запрет на профессию если этот запрет или ограничения кратковременные ну вот там давайте все там посидим дома напряжемся там месяц потерпим и все будет в порядке ну эта стратегия как мы видим уже не оправдалась поскольку это уже ушло в долгую уже не один месяц и не два и не три и так я так понимаю с учетом провала вакцинации об этом чуть-чуть попозже мы еще поговорим да получается что это минимум полгода а то и дальше если будет третья волна и сколько же люди могут сидеть вообще без работы здесь есть две проблемы одна проблема что фактически отрасли экономики не просто приостановлены они фактически уничтожены и здесь нужно смотреть на специфику вообще латвийского государства что у нас нет очень много крупных корпораций больших компаний в принципе в Латвии маленький и средний бизнес и вот эти этот маленький бизнес фактически сегодня уничтожен то есть с одной стороны мы видим как тоже очень неумело и правительство и наша служба госдоходов разрабатывала правила все это было очень долго очень трудоемко не давали фактически людям возможности выживать не давали им денег требовали как всегда бюрократическое бесконечное количество бумаг каких-то отчетов соответственно требованиям которые невозможно выполнить сегодня конечно есть какие-то послабления да в отличие от других стран где просто населению деньги раздавались потому что Европа всем странам и в том числе Латвии как в стране Европейского Союза просто подарила миллиарды евро эти пусть не миллиарды но миллионы нужно было просто людям раздать особенно в первый период когда это был шок когда просто в один момент все остановили теперь есть другая сторона у нас есть население и услуги которые население не может получить и это уже превратилось ну в такой своеобразный я бы назвала геноцид потому что извините не получать элементарных услуг по тому чтобы постричь волосы да привести руки в порядок я уже не говорю о том что мы не могли купить элементарные какие-то средства гигиены необходимые да я конечно не говорю но было бы наверное неплохо если бы мы действительно могли по каким-то правилам но все-таки посещать и тех же условно там косметологов и так далее понятно мы должны смотреть на первую вторую необходимость но это уже превращается в какой-то фарс мы видим членов правительства с красивыми прическами с маникюрами и они нам просто в глаза рассказывают ну не просто неправду и просто не лукавят а просто врут да и рассказывают что ну ничего все нормально и можете мы дома друг к другу делаем маникюр и делаем прически но послушайте профессиональные нельзя же настолько быть оторванными от народа да более того вводя комендантский час загоняя их домой и вычищая из всех социальных сетей все возможные может быть даже негативные высказывания комментарии критику да вот по поводу комендантского часа сегодня как раз правительство соберется на заседание через пару часов в час дня будет обсуждать отчаянную просьбу министра внутренних дел Гиргенса об отмене комендантского часа потому что огромные силы полиции тысячи людей миллионы средств вкладываются на то чтобы поймать в 20-ти галочный мороз по ночам пьяного велосипедиста вот примерно такие новости у нас смысл какой в этом а погодные условия на самом деле сами предполагают что комендантский час гулять не будет в 10 вечера когда закрыто все сильный мороз не будут бегать по улицам или устраивать какие-то там массовые мероприятия и конечно мы видим что почему министр внутренних дел уже выпьет что они просто не справляются здесь тоже очень странная ситуация почему это нельзя решать на очередных заседаниях кабинета министров у нас чрезвычайная ситуация в стране они должны быть нон-стоп задействованы они заседания проводят онлайн где эта проблема проводить эти заседания каждый день может быть по 3 раза в день но где эта проблема принимать оперативное решение у нас ни одно решение не принимается оперативно у нас вообще мы не следим за изменениями в ситуации что касается и количества заболевших что касается и введения или отмены комендантского часа отмены или введения каких-то других ограничений но просто доведена ситуация на мой взгляд до абсурда вот в продолжении того что вы сказали по поводу доведения ситуации до абсурда совсем недавно закончилось служебное расследование больше похоже на анекдот где пытались выяснить кто же принял решение не закупать эффективную вакцину файзер в конце ноября чудесное такое заключение было сделано по итогам этого расследования что вы знаете ну заседания были мы даже знаем кто в них участвовал там и перечисляют фамилии но знаете заседание не протоколировалось поэтому что они там вот за чашечкой кофе или не знаю рюмочкой чая обсуждали мы нам неведомо но решение таково что вакцина не закупили ну так случилось ну вот есть госсекретарь видимо он должен за что-то ответить там какой-то чиновник стрелочник который рассылал электронную почту уже по решениям вот этого консультативного совета видимо он пострадает ему там решат его премии в квартал но это же какой-то абсурд как это заседание происходит в Минздраве заседают там главные специалисты никакого протокола это что я думаю что отставка министра здравоохранения нам показывает на то как это решение принималось отчасти да и кто его принимал но что касается действительно систем управления мы просто видим что от простого человека маленького коммерсанта требуют ну всевозможных соблюдения формальности бюрократических составления тысячи бумажек по определенной форме и бухгалтер сколько документации уже не за три года он должен чуть ли не за 10 лет представить если что а правительство может просто протокол потерять не составить да не заполнять его ну чтобы в истории не осталось документов что же мы не понимаем что это такое это же не просто халатность да здесь есть грань от халатности которую допускают чиновники да до преступной халатности да и пока конечно разборов никаких нет но если мы касаемся темы вакцинации почему мы выбрали вакцину AstraZeneca то наверное вы заметили что эту закупку производит компания вакцины LV которая была создана судя по всему под этот великий проект и его главой и владельцем является человек который когда-то баллотировался на предыдущих выборах от партии Вену Тейба но это было бы даже и ничего мы собственно говоря к такой ситуации уже как-то и попривыкли но интересно что этот человек сам врач да это случайное совпадение если я не ошибаюсь он становится вдруг бизнесменом да становится руководителем компании которая на миллионы делает закупки определенной вакцины и получает госзаказ ну это не просто странно это тоже требует какого-то наверное какой-то проверки расследования но я очень сомневаюсь что конечно этим кто-то будет заниматься да но это случайно видимо совпадение вот с этим вакциной безусловно да вот тоже интересно продолжая эту тему вакцин вот сегодня как раз президента уже укололи я извиняюсь да астрозенеком премьер-министра всех президентов а и экс-президентов всех президентов потом экс-президентов но вот интересно что в первоначальном плане он был такой более не знаю может быть жесткий а может быть справедливый как раз высшие должностные лица планировалось их прививать ну уже после начала или перед началом массовой вакцинации то есть в конце марта в апреле видимо то что их у кого ли сейчас видимо они решили что до простого народа вакцина не скоро дойдет поэтому пока есть надо привиться но у меня вот такое создается ощущение вы знаете ну обычно первые лица государства вакцинируются на самом деле с немножко другой целью чтобы показать доверие к этой вакцине и показать своим примером что нужно вакцинироваться таким образом это происходит в других цивилизованных развитых странах я бы даже так сказала но не происходит в Латвии то есть здесь просто есть избранные люди которым сегодня в первую очередь делается вакцина я не имею ничего против что президенты вакцинируются в первую очередь если они абсолютно правильно это преподнесут также и обществу но то что у нас в первую очередь вакцинируются члены правительства члены Сейма которые сегодня сидят по домам и онлайн только обсуждают бесконечно всевозможные вопросы и вяло принимают какие-то плохие и неправильные решения в большей части непонятно почему они должны в первую очередь это делать хотя с другой стороны опять же вспоминая аналогию с военным положением конечно правительство должно быть лучше всех защищено но это для того чтобы они могли защищать свой народ каким образом сделая вакцину себе а не например в первую очередь старикам в социальных домах где у нас произошло просто массовое заражение где ни один человек министр не подал в отставку да и его не сняли за это правительство у нас и за это не рухнуло да у нас десятками старики просто перезаражались и поумирали массово просто и это есть об этом факты ни служебных расследований нет по этому поводу ни новых требований которые введены для вот таких социальных домов потому что у них нет таких строгих требований как в больницах и медицинских учреждений к сожалению с чем мы тоже столкнулись ничего не происходит но зато мы вакцинируем правительство да вот по поводу того что ничего не происходит у вас есть опыты депутатской деятельности вот на сегодняшний день глядя может быть со стороны мы вообще видим что сейм ну мы все таки в парламентской республике живем по крайней мере де юре контролирует правительство ведь так должно это происходить я пока наблюдаю что правительство принимает какие-то решения не инициатива сейма исходит от избирателей а правительство спускает вниз если так можно сказать решения свои и дальше машина для голосования включается и все на этом весь контроль со стороны парламента завершается может быть я конечно не прав знаете я в свое время высказала такую новаторскую мысль когда я была депутатом и тогда еще это не было может быть так актуально это было в 11-ом сейме да я предложила вообще перейти чтобы заседания парламентские парламентские заседания перешли в скайп собственно говоря это и произошло сейчас в чрезвычайной ситуации потому что видя этот фарс который происходит на заседаниях сейма да и видя бессмысленность заседаний этих 100 умных голов так называемых да просто я пришла к логическому заключению что им заседать собственно говоря не имеет никакой необходимости и смысла потому что оппозицию все равно никто не слушает все решения принимаются коалиционно и после фактически коалиционного соглашения и назначения министров и создания правительства в принципе функции сейма на этом заканчиваются да и функции этих 100 депутатов это конечно историческая традиция да у нас парламентская республика это историческая традиция но уже давно парламент не создает законы уже давно официально исполнительной власти как это не покажется парадоксальным делегировано право создавать все законные подзаконные акты и все законы поступают от исполнительной власти от министерств всеми и всеми комиссии и депутаты которые зачастую не являются тоже специалистами своего дела сидят и обсуждают эти законы и речь идет только о каких-то незначительных поправках и речь идет о том что сегодня оппозиция просто ну в большинстве своем для популизма кричит и рассказывает о том что мы не согласны опять какой-то плохой закон но никакого фактического влияния на принятие этих законов сегодня не имеет ни оппозиция ни независимые там условно депутаты да то есть все кто не в составе коалиции и больше на самом деле резонанс получает общественное мнение как это ни странно и это еще раз показывается на слабость нашей парламентской республики на то что эти реформы которые очевидно произойдут они произойдут не только в Латвии я думаю что вообще глобально если мы смотрим на систему управления она в 21 веке и в связи с сложившейся ситуацией она произойдет это коснется и Латвии тоже конечно да вы упомянули в самом начале очень такую важную фразу для любого демократического правого государства общественный договор вот если не знаю правящая элита или правящие политики правительственные не готовы вот на этот общественный договор не готовы на диалог с населением но может быть такую функцию должен был взять на себя в какой-то степени гарант конституции знаток конституции который даже какой-то скрытый код не обнаружил я имею ввиду президент Латвии Геус Левец но должен был тогда он я помню я помню по-моему это как раз было нет это было наверное да это был одиннадцатый сейм или даже может быть десятый до распуска когда вот наступил такой кризис экономический и даже Затлерс собирал вот представителей всех сеймовских фракций оппозиции и договаривались в каком-то консенсусе в каком-то общественном договоре сейчас ничего подобного мы не наблюдаем ну на мой субъективный взгляд президент очень боится быть непопулярным и все равно является непопулярным он очень боится занимать какую-то позицию и высказывать какие-то смелые может быть суждения и от этого еще больше набирает минусов свою президентскую копилку конечно это зависит от человека и от личности и конечно и это проблема Латвийской парламентской республики если мы на это смотрим уже глубоко с точки зрения системы управления что у нас президент ненародно избранный и фактически он не может представлять народ Латвии потому что он не является его законно избранным как бы народно избранным президентом и представителем у нас президента назначают партии депутаты которые сидят в сейме и тоже по договору выдвигают какого-то кандидата его утверждают и сегодня большинство которое выдвигает это опять же коалиция так собственно говоря чего мы хотим от этого президента который в общем выполняет у нас такую презентативную функцию и не имеет никакого влияния абсолютно и никто его не собирается слушать кстати говоря вот вчера прошел очередной бессмысленный флешмоб который тоже это такая попытка я не буду называть какая партия ее организовывала обращение к президенту чтобы он обратился к правительству ну понимаете ну это абсурдность вообще всего этого мероприятия вообще этой затеи она просто я даже не могу ее комментировать если президент сам не не является человеком с какими-то знаниями действительно он долг многие годы был у нас в европейском суде он действительно знаток действительно не только европейских прав человека не говоря уже о правах человека каждого гражданина Латвии жителя Латвии что очень важно если он сам не в состоянии принимать какие-то меры выступать призывать быть рупором от народа Латвии ну как мы можем заставить его это сделать да вот интересно что ведь параллельно происходят и разные другие процессы может быть в тени пандемии или под прикрытием пандемии или не связан с пандемией может по разному оценивать я имею ввиду скандальные поправки которые нам Минфин презентовал еще бы чуть-чуть и вот как в 17-м году была бы экспроприация собственности ну то есть там законопроект очередные поправки по борьбе якобы с отмыванием средств предусматривали что если вдруг вот бенефициар допустил какие-то нарушения репутационные и может быть он вообще скрыл что он бенефициар или другие нарушения то его просто акции капитала просто отбирается и все ну просто отбирается и все без суда и следствия и вот такие поправки они дошли до Сейма депутаты видимо не глядя даже проголосовали за срочность и только после того когда может быть кто-то из депутатов или его там лоббисты обратили внимание на то что это может плохо закончиться вот началось какое-то движение и шевеление но это же какой-то абсурд как вообще можно вот таким вот образом в 21 веке в Европейском Союзе взять и отобрать собственность я не очень понимаю у нас разные методы есть для того чтобы отбирать собственность у нас это происходит уже очень много лет давайте вернемся к истокам посмотрим откуда вообще сложилась эта ситуация откуда вообще возник в итоге очередной закон законопроект точнее простите все началось с отмытки денег в огромных размерах миллиарды прошли через банки Латвии никто бы не обратил на это внимание несмотря на то что во время экономического кризиса который был во всем во всем мире начиная с 2008 года в Латвии работало 23 банка коммерческих чем они занимались никому сильно не объясняли рассказывали что они необходимы нам просто позарез мы без них жить не можем оказалось что многие из них занимались отмывкой денежных средств в огромных миллиардами измеряемых сегодня в этом уже замешаны уже официальные данные и Светбанк и Данский банк который работал в Латвии и закрытый АБЛВ и так далее и так далее и что мы видим мы видим что ситуация такова что только финансовая разведка Америки смогла повлиять на это и заставила нас принимать какие-то меры и после этого было заключение мани-белл которое очень опасным было для нашего государства где было признано что то что творится в Латвии вообще творится наверное только в самых страшных странах третьего мира где происходит и наркоторговля и отмывка денег и так далее и так далее и это последствия того что мы обязались принимать меры сегодня страдают все клиенты банков у которых просто отбираются деньги или замораживаются деньги или закрываются счета или у них требуется информация которую коммерческий банк как коммерческая организация не имеет права фактически требовать и без всякого объяснения причины несмотря на то что выступают всякие специалисты и что говорят что надо это прекращать что есть какие-то пределы этому безобразию когда у супругов например один у другого там спрашивают на что он перечислил 300 евро своей жене условно по счету и требуют подробно описать и если нет то они просто в одностороннем порядке закроют счет это все в одной связи это цепочка это звенья одной цепи и сегодня то что они дошли до этого апофеоза они просто что они делают на самом деле что делает исполнительная власть они ответственность которую должны нести за правильное управление в государстве и эффективное что очень важно которое приносит в казну много денег и население довольна и экономика развивается они вместо этого ответственность перекладывают на каждого индивида на каждого человека это тоже очень опасная тенденция особенно я уже не говорю о том что это все происходит в условиях пандемии в условиях когда мы живем в чрезвычайной ситуации и наоборот нужно очень бережно относиться вообще к каждому жителю каждому коммерсанту вот по поводу бережного отношения я так понимаю что принцип презумпции невиновности уже практически не действует по крайней мере что касается каких-то финансовых вопросов уж точно ну здесь даже не речи о том что и презумпции невиновности презумпции невиновности у нас конечно работает только в уголовных делах а в гражданских взаимоотношениях что касается например взаимоотношений с налоговыми организациями инстанциями службы госдоходов она вообще не работает у нас уже давно в законах записано что они имеют право спрашивать и вы должны доказывать что вы не виноваты то есть что такое презумпция невиновности Я не собираюсь перед вами оправдываться, докажите мне, что я виноват. Да, докажите обратно. Такая ситуация не работает вообще у нас с налоговыми службами уже давно. Вы должны оправдываться за каждые три цента и платить и платить все больше и больше налогов. У нас действительно нездоровая ситуация и не только из-за пандемии в государстве, это правда. Да, вот все-таки, если говорить о том, что же все-таки надо делать и что будет дальше происходить, в принципе, я думаю, что наконец-то, хоть и с опозданием, но в правительстве тоже осознали, что эта ситуация надолго с пандемией. Сейчас уже мы видим, что вот этот британский мутант, который тоже может прийти, будет ли от него действовать вакцина, тоже неясно. Когда вакцинируют двумя дозами фактически всех жителей Латвии, если еще даже первые не начали, тоже непонятно, хорошо, если до конца лета. Очевидно, что надо будет как-то вырабатывать стратегии, ну, если так можно сказать, сосуществования, сожительства с этим вирусом. То есть нельзя же действительно, как вы сказали в самом начале, вообще лишить людей основных услуг и говорить о том, ну, ничего страшного. И там самые отчаянные, там что-то сейчас будет, я так понимаю, в мороз пытаться постричься в лесу. Ну, видимо, что там уже окончательно замерзнуть и решить проблему с ковидом. Но вот надо же как-то дальше какую-то стратегию вырабатывать. Что вы видите, что должно было бы, на ваш взгляд, ну, правительство действовать? Так, чтобы не было, что мы только их критикуем, но ничего вроде бы не предлагаем. Вы знаете, на мой взгляд, правительство, оно как будто находится где-то за высоким забором, на горе, в прекрасном замке, до которого население Латвии прям не может добраться. То есть пропасть существует между обществом Латвии и правительством, которое решает свои задачи и свои вопросы. Было дано много денег. 1,3 миллиарда уже использованы евро. И как вы думаете, из 1,3 миллиарда евро сколько дошло до населения? Сколько дошло вот в виде пособий, в виде помощи по простою бизнеса, поддержания бизнеса? Десятина. 10 процентов. Все остальное радостно было распределено, куда только не распределено. 180 миллионов дали Алтуму, чтобы они кредиты выдавали на бизнес. Но это абсурдная ситуация. Деньги, которые подарены, их выделяют институции, которые созданы при государстве Алтум, чтобы она нам в кредит опять эти деньги давала. Подаренные деньги, которые надо было в первую очередь раздать. Министр финансов говорит, нет смысла по 500 евро давать каждому ребенку. Пропьют. Потому что они пропьют. То есть априори он говорит и унижает всех родителей, что они все пьющие люди, алкоголики и вообще недостойны. 300 миллионов было отдано государственным капитальным обществам. То есть это СИА и акционерным обществам, которые принадлежат государству. В Латвии работает закон, запрещающий дискриминацию и создание каких-то приоритетных ситуаций, прерогатив государственным СИА и акционерным обществам. Они им взяли и дали на поддержание 300 миллионов. А где, допустим, такая же сумма, которая поступила на счета фирм? Не всем людям выдали деньги, чтобы они просто прокормить себя могли, чтобы хоть как-то на плаву держать эту уже еле-еле дышащую экономику Латвии. А где эти деньги, которые были розданы? Они не розданы. У нас они, опять же, инвестируют из этих 1,3 миллиарда. Они 80 миллионов инвестировали. А если вы помните, в прошлом году они инвестировали почти 300 миллионов без отдачи в прекрасную компанию AirBaltic, которую, как по опыту других стран, можно было просто продать. Зачем она нам нужна? Маленькому государству, в котором нет ни крупного, ни большого бизнеса, ни необходимости держать эту авиакомпанию. Это уже давно всем понятно. Понятно, что там уже угроханы деньги огромные, бессмысленно. Но надо было рационально как-то действовать. И самое важное, что если бы эти деньги по-настоящему были использованы на медиках с первого дня, на детей в детсадах и школах, чтобы обеспечить им и дистанционное, и очное обучение, у нас достаточно для этого зданий, помещений. У нас надо просто людям платить за это и все им раздать. Раздать им компьютеры. В конце концов, даже начать с такой малости, раздавать бесплатно маски. Что они стоят? У нас почему-то обязали нас за это платить в условиях пандемии. При том, что были выделены миллиарды евро. Мы не можем, латвийское государство не может обеспечить каждого жителя, зная в какой ситуации, в каком положении находится, за чертой бедности, сколько у нас находится население. У нас четвертое с конца место по минимальной зарплате в Европе. Четвертое с конца. Мы, естественно, как всегда, хуже и той же Эстонии, и хуже той же Литвы. И у нас даже такой элементарной вещи, как эта одноразовая маска, которая ничего не стоит, она стоит каких-то один-два цента. У нас на закупке, если вы помните первый раз масок, у нас сразу произошла афера. У нас сразу оказалось, что это не сертифицировано. Какие-то свои люди опять делают по каким-то очень особым условиям и так далее. На этом все закончилось. Кстати говоря, там тоже так никто и не ответил. Будет разградство, которое тоже ничем не закончится. Потому что протоколов не найдут. Нет, конечно. Даже эти маски, о которых вы говорите, ну вот действительно, если нас уверяют, что маски – это эффективное средство защиты. Затем, что людей сейчас морозит на улицах. Но если все в масках, они заходят, ну соблюдайте два метра, почему 25 метров, почему не 50 метров. Ну вот, то есть, опять-таки, мы видим, нет логики. Ну, понимаете, опять я говорю об этом, что кто у нас министры? Кто министр экономики, посмотрите. Кто министр здравоохранения? Посмотрите на этих специалистов. Министр экономики, который в экономике, не то, что в экономике, он не работал никогда толком, понимаете? Должна ли глава… Прекрасным образованием в туристах. Должна ли глава бюро по вакцинации, вот у нас специально создано бюро, когда вакцин нет, а бюро создано. Глава бюро по вакцинации понимает, что такое вакцинация. Вот у меня такой странный вопрос. Нам объясняют, что не нужно. Зачем? Не нужно быть специалистом. То есть, это не должен был быть медик какой-то, действительно, вирусолог может быть, да, специалист. Не надо сказать. Это должен быть, опять же, тот же мой… Это пресловутый непотизм. То есть, опять поставили своего человека, который прекрасно занимался праздником песни и танцев, его поставили на должность с окладом, если я не ошибаюсь, 5000 евро. На это деньги у нас есть. Да. Вот пока, к сожалению, такая печальная ситуация. Может быть, такой последний вопрос, если можно коротенько. Какие-то уроки вы видите, что правительство извлекает, какие-то уроки пытается на ходу, может быть, какие-то ошибки исправить, потому что могут сказать, ну, все мы люди, все мы ошибаемся, кто не работает, тот не ошибается. К сожалению, у них учителя, которые не являются, как бы, обществом, да, то есть со стороны общества. Их учителя – это та же армия чиновников, это те же 30 лет сидящие на своих местах и в своих креслах люди, да, фактически власть никуда не перешла. Мы видим, что просто происходит перетурбация. Если у нас возникают новые лица, так называемые, я бы даже не назвала их какими-то действительно специалистами или какими-то авторитетными людьми, людьми, прошу прощения. Вот посмотрите за всю историю уже независимости с 90-х годов, восстановления независимости Латвии. Посмотрите на премьер-министров, которые были, на членов правительства. Где эти умные головы и авторитеты, которые сегодня вещают и имеют какое-то влияние? Да никакого. Мы видим, что это правительство – это часть, та же кровь и плоть армии чиновников, которые просто осваивают уроки, как правильно бюрократически составлять документы и оправдываться за свое бездействие. Спасибо большое. Вот так у нас время быстро подошло к концу. Ирина Цветкова, декан юридического факультета Балтийской международной академии. У нас была в прямом эфире посредством ЗУМа. Большое спасибо.